МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хочу поздравить всех нас с тем, что наш соотечественник Ордем Потапутян получил Нобелевскую премию в области медицины. Это второй Нобелевский лауреат армянин. Четверо были номинантами. Кстати, пока я говорил о Нобелевке, мне пришла мысль. А в кабинетах химии в азербайджанских школах успели обновить периодическую таблицу Менделеева? Ведь два года назад там появился новый элемент, Оганессон, и назван в честь ученого-химика Юрия Оганессиана, российского ученого. Не забудьте там, кстати, поменять, если не поменяли. Что ж, теперь плавно, как говорится, перейдем к сегодняшнему выпуску. Он посвящен братьям нашим, меньшим, так как получаю много вопросов от них. И на самые более-менее адекватные вопросы я решил ответить. Впрочем, и всех остальных призываю посмотреть сегодняшний эфир. Думаю, он будет полезен. И он будет с продолжением. Так как вопросов много, а эфир не безразмерный. Думаю, по 15-20 минут за выпуск достаточно. Потом сделаю еще. Значит, по три темы моей ответа на вопросы в каждом выпуске. Сегодня обсудим бакинских комиссаров, название Арцах, и чем отличается гей от педераста. Итак, по первому вопросу по поводу Степана Шаумяна. Знаете, не скажу, что я далеко не сторонник большевизма, но я просто не их сторонник совсем. То есть вовсе. И защищать коммунистов мне нет смысла. Опять же, я говорю, что были, конечно, хорошие вещи при них, но много было плохого. Поэтому защищать я их точно не собираюсь, никогда не защищал и не буду. Вот вам, азербайджанцам, точно присущ авторитаризм, коммунизм, диктатура. Вы народ мусульманского Востока. А коммунистам так и вовсе должны были быть благодарны, что они вам очертили карты, назвали вас азербайджанцами и посадили за парты. Правда, первый, кто это сделал, и как бы вам не было прискорбно, это был армянин, министр просвещения Российской империи Иван Делянов. Правда, он только пытался. Это XIX век. Он пытался обучить персианских татар за Кавказе грамоте, и ему удалось только 2% обучить грамоте. Это касаемо персианских татар, предков ваших. Далее уже коммунисты взялись за вас основательно. Только я не совсем понимаю, при чем тут Степан Шаумян. Он не был предводителем армянских гангстеров. Также он не руководил ереванской коммуной. Он был руководителем из числа бакинских комиссаров, а не ереванских или тифлистских. И среди этих комиссаров были армяне, грузины, латыши, немцы, евреи, русские. И даже пара азербайджанцев, закавказских татар. Это Мирза Гасан Визиров или Мир Гасан Визиров и Мешади Азизбеков. Так при чем тут армяне, если советскую власть у вас устанавливал интернационал? Например, Пюзда Азизбекова не простила бы вам такое. А вообще, ваша злость должна быть направлена не против Шаумяна, а против другого армянина. Кому? В миру он Симон Т. Петросян. Именно на него ссылается Пюзда Азизбекова, когда говорит, что именно Камо приезжал к Ленину в Тюрих за деньгами, чтобы на них издать больше газет в Азербайджане в том числе и собрать там лучших пишущих людей. Среди которых выросла огромная, кстати говоря, плеяда азербайджанских журналистов и писателей. Среди них был любимый ныне вами Самет Вургун. Вот, например, недавно я побывал в Швейцарии, в Тюрихе, где одно время жил Ленин, когда готовился к революции. Здесь много чего интересного я вам скажу. Передайте Алиеву, что здесь не только деньги можно хранить, но и исторические вещи узнать тоже. Побывал я и у дома, где жил Ленин, фюрер русской революции. Вот этот дом недалеко от знаменитого его Адеона, где он любил завтракать. И тут милая девушка рассказала о Камо. Так что подробности вам расскажет далее Пюзда Азизбекова. Она уже Эльды, но после нее остались ее книги. Она была лучшим специалистом по Азизбекову, Камо, Шаумяну и многим другим комиссарам. Теперь поговорим об Арцахе. Ведь вы часто такой вопрос задаете. Что такое Арцах? И что, дескать, Карабах всегда назывался Карабахом? Никакого Арцаха якобы не было, и армян в нем в том числе. Ну что ж, тогда смотрите и слушайте, если не страшно. Арцах в переводе с древнеармянского – солнечный лес, солнечный сад. То, что было далее при Персии, названо кочевниками Карабахом, есть почти прямой перевод с армянского Арцах. Так как Карабах в переводе с тюрко-персидского – черный сад, дремучий лес. Иначе говоря, то, что черни видят дремучим, а седлые видят солнечным, цветистым. Далее я еще скажу об этом. Касаемо самой области Арцах, я даже не буду упоминать Геродота с Астрабоном, армянских ученых античности. Не буду рассказывать о том, как античные описывали области Армении, среди которых и Арцах. Также просто пропущу по экрану древние карты, которые находятся во многих крупнейших музеях мира, где вы невооруженным глазом узнаете регион и место, где находится этот самый Арцах Карабах. Все это лишнее. Тем более вы сами это все знаете, да и часто все это я показывал и говорил. Я лишь хочу вас вернуть на более новое время, когда в регионе только-только стали появляться туркоманские орды, а Арцах и Восточная Армения вместе взятые находились под персами. Для этого заглянем в книгу немецкого путешественника и историка Иоганна Шильбергера «Путешествия по Европе, Азии и Африке» с 1394 по 1427 год. Открываем и читаем оригинал в главе 22 на странице 31. В сноске пишется «Карабах расположен к западу от Каспийского моря». В переводе «Черный сад». Регион назван персами и тюрками и простирается к западу от Ширвана, от места слияния рек Кура и Аракс. В античные времена регион назывался армянским наименованием Арцах. Это родина армянского историка Товмаса Медзопецы. Ну и далее описывается вкратце регион и говорится о крае. О этом писали многие армянские историки древности, в том числе Агатангелос. Я напомню, автор писал эти заметки в конце 14-го, в начале 15-го века. Также на странице 134 Шильбергер снова пишет о Карабахе, называет его Арцахом и отмечает, что с древних времен здесь живут армяне. Далее повествует о захвате Арцаха Амиром Тимуром из Центральной Азии. Далее автор «Регион» также упоминает в главе «Армения» на странице 86 и на странице 234. В этой книге три главы об Армении, армянском народе, об армяно-греческих связях и армянской церкви. Упоминаются в книге и талыши, упоминаются лезгины, как потомки албан. Вот только об азербайджанцах ни слова. И вместо Азербайджана, который должен быть к востоку от Арцаха, Карабаха, автор пишет о Шерване. Это еще не все. Внимание, барабанная дробь. В советские годы книгу переводил на русский язык Зия Буниатов, который исключил в своих переводах главы об Армении и принадлежащим армянам Арцахе. Поэтому то, что я вам показал, это можно прочесть в оригинале на немецком и английском языках. Так было до последнего времени. И благодаря армянам Узбекистана и лично моему другу Валерию Бабаханяну, книга была доподлинно переведена на русский язык с оригинала от точки до точки. Один из восстановленных экземпляров на русском языке ныне подарена мне. Вот она, эта книжка. Она теперь на русском языке. От корки до корки переведена с немецкого языка на русский. И все как в оригинале. Можно даже сверять. Ну что ж, перейдем к третьей нашей теме по поводу Игоря Коротченко, который сказал там что-то, как мне написали. Честно говоря, я уже не помню, что он сказал. Он постоянно что-то говорит. Что-то вы у меня спросили по нему. Скажу так, скажу коротко. Есть такой всемирно известный британский певец Элтон Джон. В 2019 году вошел в список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. Заработанная сумма составила 84 миллиона долларов. Он талантливый музыкант, хороший человек, занимается благотворительностью и мало кто акцентирует внимание на том, что он гей. Также есть другой гей Игорь Коротченко. Это ни для кого не секрет. И для российской армии, и для российской журналистики. Никому не известен особо Коротченко. Разве что узкому кругу телезрителей. Так как его журнал «Гражданская оборона» никто не читает. А Коротченко Forbes не вспоминает. Он не богат. Зарабатывает на Азербайджане и гонит на Армению постоянно. А вот гей Элтон Джон живет припеваючи, причем в прямом и переносном смысле. Признал Арцах за Армении. Как говорится, два мира, два шапира. Вот и разница между геем и педерастом. Увидимся, и я отвечу вам на следующие вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok